25 сентября в городе Слободском стартовал отопительный сезон. Первые квитанции, где произведен расчет в соответствии с новым порядком оплаты теплоснабжения, жители уже получили. Для тех, кто платил до этого момента по 1,12 и в доме установлен прибор учета, сумма оказалась значительно меньше. В квитанции отражена плата только за подогрев горячей воды. Плата за несколько дней сентября, когда в дома пришло отопление, войдет в октябрьскую квитанцию. В ней сумма будет уже гораздо более внушительная. Но есть те, кто уже за сентябрь получил квитанции с суммой по 9 тысяч рублей. Это жители тех домов, которые в силу разных причин не оборудованы общедомовым прибором учета. Здесь в основном пострадали дома, которые рассчитаны по нормативу. Это было утверждено нераспоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области еще 28 мая 2013 года. Еще в августе месяца этого года рассчитывали, брали вот этот норматив и считали по понижающему коэффициенту. То есть делили на 12 и умножали на 8. За счет этого норматив потребления у населения был меньше. Теперь и жители домов, не оборудованных теплощетчиком, обязаны платить по 1,8, то есть только в отопительный сезон. Для них это период с сентября по апрель. В остальные месяцы им будет начисляться плата лишь за подогрев горячей воды. Порядок начислений изменился. То есть у нас раньше была 1,12, сейчас будут платить 1,8. То есть количество потребленной тепловой энергии будет одинаковое. Но раньше раскидывали это потребление на 12 месяцев, сейчас будут раскидывать на 8 месяцев. То есть начиная с сентября месяца и до апреля месяца люди будут платить. Если мы даже будем отапливать в мае, может даже в июне, то это им начисляться не будет. Если в августе месяце человеку приходила квитанция по 1,12, 3,607 нужно было заплатить, то сейчас по 1,8 это получается 5,411 рублей. Для жителей домов, оборудованных общедомовым прибором учета, порядок оплаты более понятный. Начисление будет производиться по факту потребленной тепловой энергии. Чем холоднее на улице, тем больше сумма в квитанции. К тому же в январе 2018 года граждане, как и прежде, получат квитанции с корректировкой за прошлый год, за месяцы, когда оплата производилась по 1,12. Вот те, кто нормативщики, у них, скорее всего, будет минусовая корректировка. А те, кто будут платить как раз по факту, то у них будет плюсовая. То есть в каждом случае полгода индивидуальная. Не исключено, что при новом порядке оплаты теплоснабжения в отопительный период увеличится количество получателей субсидий. Но чтобы оформить субсидию, необходимо полностью погасить текущий платеж. При задолженности субсидия не оформляется. Также ее выплата прекращается, если получатель попадает в список должников. Чтобы этого не случилось, в ресурсоснабжающей организации можно оформить рассрочку. Но это спасение лишь на один месяц. Дальше задолженность может расти, как снежный ком. Он в любом случае в этот месяц не заплатил, значит, в следующий месяц ему придется платить еще больше. И если он не будет платить, значит, льгота предоставляться не будет и субсидии предоставляться не будет, по той причине, что он не выполняет условия договора, предусмотренного соглашением о погашении задолженности. Те, которые заключают соглашение, в итоге мы прекращаем платить. Там, наверное, 1% из всех заключенных соглашений гасят своевременно. Те, которые начинали, допустим, с 3 тысяч, дошли до 20, и они в итоге не платят и не платят. Мы просто прекращаем все выплаты. В такой ситуации смысл рассрочки теряется. Похожее положение дел и у тех, кто является льготником, но не получает субсидию. Компенсация расходов должникам не полагается. А рассрочка платежа предоставляется, но при определенном условии. У кого коммунальная услуга по стоимости выше предыдущего аналогичного периода, более чем на 25%. В этом случае заключается расходчика. Если за октябрь речь идет, значит, берется октябрь прошлого года, за ноябрь – ноябрь. В управление соцзащиты что нужно принести? Документы, подтверждающие... Ничего конкретно к нам, ничего не нужно приносить при предоставлении льготы. За этим отслеживает коммунальная организация. Организация, предоставляющая коммунальные услуги. Ресурсоснабжающая организация, либо поставщик услуг, сам делает расчет полагающейся льготы. Он сам насчитывает платеж и сам насчитывает полагающуюся льготу. Пакет документов, предоставленный на получение субсидий, действует в течение полугода. Но не обязательно ждать, когда этот период истечет. Если сумма в квитанции неподъемная, можно предоставить документы на субсидию раньше. Человек может приходить тогда, когда он решил нужным. Единственное условие в этом случае, что при обращении он должен принести за период получения субсидий все оплаченные квитанции. И снова срок определяем – 6 месяцев авансовых платежей. Но это не говорит о том, что он снова должен сидеть и ждать 6 месяцев, хотя бы для того, чтобы тогда, когда не будет отопления, не получать эти завышенные суммы. В этом случае два варианта – либо подойти снова и оформить субсидию такая, чтобы она была без отопления, либо второй вариант – с него будет удерживаться переполученная сумма субсидий за период, когда не было отопления. Вот такие варианты есть у льготников и получателей субсидий. Выплаты осуществляются только когда у получателей нет долгов, либо после того, как они погашены. Тем, кто не может рассчитывать на меры соцподдержки, поставщики тепла также готовы идти навстречу. Можно вносить платежи, как и раньше, в течение календарного года. Главное – не накапливать долги. Пусть платят кому как комфортно. Особенно пенсионеры. Я понимаю, что если у них пенсия 12 тысяч, а у кого еще даже меньше, и понятно, что у них каждая копеечка на счету, то, соответственно, у них все рассчитано. Сколько сумму на лекарства, сколько им на коммуналку заплатить. И когда получишь такую сумму… Появились ощутимые потери уже у нас. Да. У нас в сентябре месяце, на сегодняшний день, мы посчитали, что у нас будет кассовый разрыв 11 миллионов. Новый порядок оплаты пока пугает большинство слабожан. Неудобен он и ресурсникам. Возникают сложности и управление соцзащиты. Тем не менее, областное правительство этот порядок утвердило для всех муниципалитетов области, не беря в расчет то, что стоимость услуги по теплоснабжению в них порой сильно отличается.